кто ты почему тебя нету в россии тут битый стоял а вон углом подмятый это какая-то фигня тут еще продается как как так почему почему цена так отличается ты говоришь я покупаю все оформится скидкой о боже они делают крутые тачки за такие деньги ребят привет мы приехали в салон черри и сегодня мы снимаем эту марку которая очень популярна в россии и безусловно самая популярная модель точнее серия модели это идет тига и в россии допустим на примере очень популярен мотор на полтора литра сто сорок семь лошадей здесь же этот мотор уже его до продают и его больше не выпускают то есть его встретить ну наверное здесь нереально сейчас мы посмотрим эти автомобили и или на 1 и 6 turbo мотор на 197 лошадей вот в общем что продается на внутреннем китайском рынке в салонах черри какие модели здесь популярны чем они отличаются и отличаются ли вообще от тех моделей которые поставляются на россии x и говоря у нас здесь будет черри 9 это флагман который начал поставляться в салоны с мая двадцать третьего года и он стоит прям сразу же справа от входа сейчас мы сразу же его глянем также мы посмотрим какие печери технологии и гибридные технологии в каких они здесь моделях что там применено в общем посмотрим модельный ряд все машинки очень интересны возможно какие-то рестайлинги даже не доехали еще до россии а здесь они уже есть пошли смотреть черри итак смотрите у нас ариза 80 стоит но мы ее посмотрим чуть чуть попозже вот давайте начнем с тига 9 новая машина решетка нам кого напоминает немножечко что-то от джили да давайте посмотрим внешне так колеса симпатичные здесь 45 50 на 20 идет вот такая вот дизайнерское решение которое тоже у многих производителей ручки которые прячутся ой открываются потому что не у всех вроде бы крутое решение но не у всех у кого-то она полностью вот так вот вылазит и но дверь открывая а вот здесь вот она сапчики очень большая машина кстати говоря это флагман это самый крупногабаритный и самый топовый кроссовер по размерам он конкурирует санта-фе и манджаро я джили у нас здесь двухлитровый бензин на 261 силу соответственно турбина робот есть на полном приводе есть на переднем приводе опять же что мы видим у всех китайцев это у нас вот здесь полоса стопы симпатичные очень большая вот она прям я не знаю хочется ее назвать хайлендером она такая чуть пониже то есть хайлендер он повыше а это более вытянутая и крыша не такая пока то я допустим как вот у rx а него здесь вот уже вот такой вот скос идет такой пока ты здесь нет давайте посмотрим что у нас в салоне так у нас здесь он они по-другому как бы делают у нас очень очень мягкие ковши у нас здесь беспроводная зарядка но очень много у кого идет красавчики просто в японцах это все равно как бы опции ты такого боже у меня будет беспроводная здесь то вообще как за здрасте так но это мы вот эти прицелы тоже кое у кого видели и вообще производители даже здесь не стесняются делать это так у нас руль такой смотрите обновленный то есть самые последние технологии которые есть у черри они здесь смотрите как все стилёво как все стилёво ну вот эти мониторы это с чинганом с хавалом все в принципе перекликается поэтому никто тут особо не выделяется чем-то все примерно идут в одной последовательности никто не делает прям что-то круче других все примерно одинаково так ну что у нас светлая тряпочная крыша у нас панорама у нас открывающийся люк также на пол крыши откроется нет не откроется так но у нас камеры слежения смотрите вроде бы вроде бы тига 9 должна появиться у нас на российском рынке концу 23 года ее ожидают но точной информации нету от от черри по поводу российского рынка но это предполагают автоэксперты модель полноприводная а полноприводных моделей все-таки среди тиг не хватает и знаете по размерам по приборке по ну вообще в целом по комплектации автомобиля вот такого хочется больше сейчас скажу цену вы вообще будете очень приятно удивлены обратите внимание как сделано движение кресел смотрите тоже видите в общем здесь мы тоже вчера видели пару машин гуляли в деловом центре то есть где высокие здания ездят топовые электрокары в кроссоверах кузов гли мерседеса стопы задние от бэхи x6 передние передние фары от бэхи x7 узенькие полосочки ну что там еще такого ну все то есть ну вот они собирают и по салону ну то есть они очень не стесняются они берут как бы лучшие стилевые предложения функциональные от какого-либо автомобиля и как бы бам и получилось какая-нибудь тига 9 допустим окей новая машина доступна под заказ завода можно посмотреть по дилерам так ребят что по цену видите она стартует в китае 145 тысяч юаней все примерно там миллион шестьсот пятьдесят и самая дорогая комплектация это бушка vd все панорамы вот в это все 20 колеса в общем такая вот красивая будет стоить 200 тысяч юаней то есть там 2400 смотрите самый старт и за таможенную с полным пакетом документов в районе где-то 2 700 2 800 но до трех миллионов вы купите себе тигу девятую самую топовую комплектацию но там которая стоит 200 тысяч юаней она будет стоить где-то 300 винами он и привод на роботе тоже опять же 20 колеса до трех миллионов это самая бюджетная тига и там три с половиной это самый топ уже все конечная цена в россии и плюс доставка в ваш город окей пошли дальше друзья это тига 8 это не про не макс не плюс это обычная тига вот самая последняя которая продается в китае уже такой более-менее классический кроссовер давайте тоже обойдем его посмотрим то есть это калибр рафчика сзади у нас моностоп идет сразу посмотрим что у нас о на электроприводе классненько а у нас еще и она 7 7 местные но это для детей на электроприводе все панорама люк так смотрите а что по поводу технички какие версии есть китая тига 8 у нас мотор на 16 190 сил соответственно это turbo 7 ступенчатый робот двушка у нас тоже есть в китае 254 силы 7 ступенчатый робот давайте посмотрим что в салоне чтоб салоне так уже вижу нотки mercedes на приборке и вот эти вот подсветочки это все мы тоже видели что мы не опускаемся опускаемся так ну у нас здесь тоже ковши вообще вот в плане сидений в плане приборах вообще просто топ рычажок тоже сборка сборка какая кстати говоря российские машины они собираются в китае ну и соответственно для рынка китая тоже в китае вот поэтому у вас отличие в сборке не будет то есть это как лексусы они собираются в японии то есть там те же самые джессы которые уходят на америку на левом руле на правом руле которые остаются внутри японии они собираются на сборочной линии вот поэтому что эту тигу собирают одни руки и что тигу которая будет продаваться в россии собирают одни и те же руки в плане где купить лучше где какая сборка все вопрос не стоит потому что собирается машина в одном месте тоже сборка бардачок ну все ну вообще не листит все окей это это все равно хоть там тига восьмая там там крупнокалиберная но там варианты плюс они идут вообще другие то есть поэтому восьмерка она как бы и внешне она простенькая и в салоне хотя для японцев вот если бы там был бы такой салон это бы просто мимо бы было но то что мы здесь видели даже там у чангана у хавала у джили это простенькая да и вот даже у его соседей по вот этому салону простовато так смотрите что по ценам от 95 тысяч юаней то есть миллион сто эта машина новая двадцать третьего года будет стоить здесь китае 16 197 сил 7 ступенчатый робот и до 168 тысяч юаней доходит цена максимально то есть это там двушка на 24 силы так смотрите по ценам в россии эта машина получается если берем базовую до которой миллион сто стоит она где-то будет там 2 200 ее итоговая стоимость 2 102 200 она будет стоить в россии растаможенная топовая двушка которая там 1150 юаней будет стоить то есть это дед миллион 650 она стоит здесь и 2 400 там до 2 500 она будет стоить в россии окей пошли дальше так ребят сразу мы перемещаемся к тига 8 плюс они называются в россии макс так ну вот здесь вот уже внешность такая больше нам привычная для тиги 8 плюс вообще уже по сравнению с восьмеркой машина другого уровня и здесь я вижу что что у нас нету вот этой полосы представляете все все идут своим путем хотя очень эффектно смотрится особенно но самые ребята которые продвинулись в этой моно полосе это конечно бренд лекси анкли то есть у них спереди идет одним элементом ходовые огни диодная полоса и сзади тоже вот они конечно вообще просто законодатели вот этой вот моды именно в китае но вообще идея по моему мнению спорше так окей давайте сразу глянем пока мы сзади фига себе открытие 8 плюс так шо у нас тут у нас тут всякие деленица потому что у нас здесь кстати говоря 8 плюс и есть гибридная версия но у нас бензин к гибридим поговорим чуть-чуть попозже так давайте уже посмотрим что в салоне сразу музончик какой-то играет у нас тут настроек практически нету для салона в плане положения положения сидушек все в пленочке так посмотрите ну тут у нас такой эффект турбины так как тебя сделать потеши не хочу не хочу не хочу так смотрите печку вынесли сюда то есть они не пошли путем что зашивать ее в основной бортовой компьютер и вот здесь вот уже как хари да то есть тут сенсоры такие вот тумблеры в общем есть физические кнопки как-то знаете как-то по родному что ли прям ну ты чувствуешь вот эти клики вот но также два монитора но к сожалению у нас машина не активна так у нас здесь панорама и люк на пол крыши а у нас вот здесь вот еще вот такие вот к на пулечки и кстати говоря вот на картине да у нас или 8 плюс да это она вот вот такой рычажок стилю здоровый ну в общем что классная машина внутри поинтереснее чем восьмерка так смотрите она еще знаете чем интересно она интересна тем то что у нее технически идет 16 на 197 лошадей робот в.д. интересно согласен для россии вообще муа и двушка на 254 силы идет водовая также на роботе вау а есть еще передний привод на 16 моторе на роботе на студии 7 сил но на россию ну просто все очень хотят 4d поэтому вот вот это такой экземпляр который прям вот на россию надо брать себе а еще почему данный автомобиль на брать потому что у него цена смотрите базовая комплектация получается 16 мотор на 197 сил 7 ступенчатый робот передний привод стартует от 117 тысяч юань то есть это пример там миллион триста рублей здесь он стоит в китае и там итоговая стоимость в районе 2 202 300 уже в россии конечная цена с документами версия двушка полный привод тоже вообще во всех опциях там стоит 168 тысяч юаней но это прям самый максимум вообще они продаются в среднем по дилерам страны там в районе 150 тысяч юаней такие версии 23 год новые в любом цвете с любым цветом салона вообще все что пожелаете все что есть в этой модели 150 то есть это где-то там миллион шестьсот восемьдесят стоит машина здесь и растаможенная в россии на стоит 2 и 5 2 и 6 тига двухлитровая полноприводная 254 силы 23 года новая 2 500 в россии прекраснейшая цена просто окей идем далее ребят следующая машина это ариза 8 у нас в россии продавалась ариза 7 но восьмерки нет восьмерка более старшего посмотрите но это что-то аккорд там калибр тян и очень классная тачка внешне узкие фары марка икса да немножечко напоминает так в общем тоже все элементы вот эти вот спортивные по кузову дополнительное окошечко как в крауне 200 это сайт просто хочу смотреть багажнике просто глубоченный смотрите вообще очень здоровый есть запаска и много пакетов нужно снимать их салона автопривода нету так смотрите они идут на моторе 16 186 лошадей на 7 ступенчатом роботе полноприводных каких-то версий ничего такого нету ну опять у нас тут mercedes так вы смотрите на эту машину да вот смотрите на вот эти опции я вам скажу сколько она стоит потом так рычажочек тоже все убра они все-таки печка у нас вот здесь вот монитор небольшой приборка приборка тоже да с управлениями здесь прикольно прикольно вообще в целом так но что у нас по классике панорама у нас здесь так ну зарядки беспроводной не вижу но вот вынесены type-c и usb ну-ка да залазит вообще прекрасно красавчики красавчики плюс прям вообще но это прям под плюсы делали такая вот полочка что у нас наверху тряпка ничего не алькантаро посмотрите стилёвая сидуля все кнопочки молодцы молодцы че не что заняты что знать что сзади обычно сюда так ну карманы тут разделены все классно места хватает так и избежка есть все стилёвая в итоге у нас стилёвый до кузов у нас оптика решетка салончик да какой ну как бы для масс-маркетом а вообще знаете какая цена самая стартовая у вас везде техничка будет 1686 сил робот старт 98000 юаней миллион сто за новую вот такую 23 года в любом цвете в любой комплектации но в плане там цвет салона и прочего это самый старт самая дорогая то есть это ну вот такая на этих тут у нас 18 колес до на 17 колесах в общем вот такая вот спортивная малышка будет стоить 122000 юаней то есть это примерно там миллион четыреста пятьдесят она стоит здесь если мы берем базу версию которая стоит миллион сто она там зайдет в 2 миллиона ровно и если взять которая стоит там миллион четыреста самая топовая где-то два двести два триста такая малышка то есть по таким ценам сейчас продается ну нового не нового а аккорда какой кузов идет илюхового аккорда вот этот который мы продавали на левом руле до 7 3 то есть на там вот этой оптики на левом руле вот и скорее у них там цена 232 400 гибридный либо можно купить вот такую либо бушный crown либо что из седанов еще можно взять а если ты не возьмешь за эти деньги он стоит дороже ты возьмешь а с а тоже не возьмешь да они дороже стоит ну то есть все дороже стоит можно взять вот такую малышку окей идем далее пойдемте в бюджетный сегмент так друзья это у нас тига 5x это у нас уже бюджетный сегмент прямо бюджет бюджет смотрите у них идет мотор полторашка здесь уже есть механика и у них три версии по мотору на 116 лошадей это получается на у нас будет на механике потом идет на 120 лошадей там уже может быть и механика и вариатор все полторашки и самый топовый вариант это полторашка на вариаторе на 154 силы а как звучит давайте глянем ну то есть здесь тоже классический он такой он мне напоминает почему-то такой подраздутый sx4 там года 2008 так ну стопа у нас от фолька да чтоб subaru sky есть посмотрим электропривода нету а я вам потом скажу цену вы все поймете вот даже без электропривода и захотите купить ничего такого в дизайне нету то есть просто высокий компактный кроссовер наверное с дастером конкурирует я ну не особо силен в данном сегменте давайте глянем что он здесь в двадцать третьем году так а у нас здесь вариатор так и что 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 а во все все вот она народная вот она все но я уверен это топовая версия на полторашки у ребят тут со светом какие-то проблемы у них планшеты выключены так смотрите мониторчик как у мерседеса здесь идут крутилки управления печкой так вот такое уже кстати говоря я прям чуть ли не первый раз по-моему такой селектор не видели видели у кого-то тоже из прям бюджетный бюджет был маленький лючочек вот такой ну хотя у всех панорама но сейчас подождите дойдем до цены приборка как у тойоты в принципе там у топового парадоса примерно та же самая приборка вот а здесь это сделано в опять x вот все стилёво ну сборка дверь легкая да тут шумки нету а ну вот смотрите ну как бы такое бюджет ну там чуть-чуть ну ничего все равно ничего не вестит вот запустился компик ну как бы ну как бы топовая японская мультимедиа можно сказать потому что для них вот вот это вот постыть приложение со всяких там книга там мультимедиа там откуда вы будете играть а и у нас вот печка вот такими тумблерами сделано класс не нравится а мне нравится почему потому что она стартует от 69 тысяч юаней 69 полторашка на 160 сил на механике 69 то есть это 800 тысяч рублей за новую машину 23 года хорошо и ее самый топовый вариант это полторашка на вариаторе на 154 силы будет стоить 125 тысяч юаней то есть это там полтора миллиона рублей за новую и там 2200 такая тига 5x будет стоить в россии полностью растаможенная друзья сама бюджетная тига это тига 3x это не но хотя это больше демио и mazda cx3 ну примерно где-то ну что-то между cx3 и между cx5 но он офигенно выглядит просто смотрите то есть они красавчики я вам скажу цены вы вообще лучше сядьте среди какая фара сделана к сожалению не зажечь это ходовые огневод фары туманочки тоже такие вставочки красавчики это модель 22 года они пока еще ничего не обновляли здесь в двадцать третьем году все таки это базовая тига но самая бюджетная вот но это просто mazda cx 3 карл вот это вот видео а ну там у нас пакет не дают я закрыл ну как бы не стоит ждать тут ничего зазоры попадают да все окей давайте глянем даже непривычно что ли так ну что у нас классическая приборка у нас вот здесь вот как будто японский каразерия магнитофон у такой классический селектор все ничего даже есть маленький люк они даже сюда его запихнуть так чему не открываемся чему не открываемся лючок красавчики просто какая у нас здесь техническая ночь а здесь полторашка идет либо на механике либо на вариаторе на 116 лошадей и так цены лучше сядьте лучше сядьте смотрите самая базовая версия на механике полторашка 116 сил готовы 49 тысяч юаней да это там где-то 580 тысяч рублей за новую там ладно 600 600 тысяч рублей в россии она будет стоить там с небольшим там миллион сто максимум миллион двести самая топовая вариатор 116 сил полторашка с люком со всеми опциями 74 тысячи 850 тысяч рублей новая вот такая на гарантии там ну китайская понятно так 800 тысяч рублей но там полтора миллиона на в россии будет стоять такая тига вообще просто вот те опции которые есть за такие деньги ты в мазде не купишь еще и 23 год и так про каждую машину я говорю то что начинка цена сравнивает с японии как как так почему почему цена так отличается потому что они все делают своей стране все детали весь металл все вот эти диоды все вот эти компьютеры чипы фары это все делается внутри страны поэтому они могут давать такие цены пошли дальше но я думаю это не в машину но сам факт продаю кукурузное масло вот какая-то мультиварка тут ну как бы power bank и ну как бы этаж китайцы тут продается одежда и напротив бути где продают zikar там по 400 тысяч юаней в общем как бы просто другая страна немножко нам кое-что непонятно окей так ребята это у нас она я думаю вы уже увидели это 8 про посмотрите в цвете audi его называем такой вот серый не металлик такой блин как его назвать план цвета audi просто будет смотрите вот это рестайлинг я посмотрел в россии это и не ну у нас таких прошек нету 8 про и это не 8 макс у них тоже но нету такого рестайлинга кто ты почему тебя нету в россии возможно ты продаешься только в китае возможно последний рестайлинг мы излазили доски не нашли давайте посмотрим как выглядит внешне тоже очень большая девятка все-таки больше черри про на двойном выхлопе все настоящее реально расходятся ну да багажники кончат кровати и открылся так у нас тут 7 местная комплектация кто-то раскладывал сиденья посмотрите какое у него ну я в полный рост полный рост получается даже матрасик не надо просто пенный коврик да я полностью лягу панораму открыть смотришь в небо там море опять замечтался хорошая . кстати говоря и стоит как всегда цена будет в конце и вы будете немножко шокированы закрываем так что у нас тут со стопами но стопа у нас как в восьмерке плюс были такие же цвет бомба красивая машина и цвет классный и вот как оптика сделано вот эти опять же спортивные элементы панорама рейлинги смотрите а что у нас по техничке эта машина в китае продается в двух версиях у нее 16 turbo мотор на 190 сил передний привод на 7 ступенчатом роботе вторая версия топовая это двушка turbo на 154 силы 7 ступенчатый робот полноприводная версия вам есть еще такая же двушка на переднем приводе внутри китая ну конечно россию наверное интересен только полный привод цена практически там вообще не различается смотрите у данной модели еще есть ее здесь салоне нету есть печи в версия то есть там стоит мотор полторашка на 147 лошадей батарейка снизу на днище то есть все как у mitsubishi outlander печи и заряжается только медленной зарядкой тип разъема type 2 может проехать 75 километров только на электротяге если у нее полностью заряженная батарейка от сети если у нее полный бак она проедет запас хода тысячи километров прекраснейший результат но к сожалению и здесь нету а цен и я скажу попозже давайте посмотрим салон но он перекликается уже с нам известными моделями которые мы здесь сидушка управляется печка вынесена здесь более стильно сделано чем просто черный сенсор но опять же у нас здесь вот такая вот мультимедия с роботом но это искусственно но это типа как наша алисы искусственный интеллект она постоянно болтает понял ничего не надо так ну что кнопочки физические есть и кстати черри вообще не брезгуют вообще не брезгуют физическими кнопками вот вот такими вот барашками барашка у нас как бы трясется не знаю проживет ли ну как бы приборка ну все классно все красиво панорама работает нет ничего не работает есть люк белая тряпка вот эта подсветка взятая у немцев идея ну в принципе в принципе в принципе у нас везде тоже копши спортивная поддержка написано тига мягкая подушка которая регулируется регулируется вот так вот о тоже осмотрите по по бокам сделана подсветка но ночью будет интересно смотреться вот в общем интересная тачка 390 версия это двушка на полном приводе 16 на 197 лошадей самый старт за данную модель сто двадцать пять тысяч юаней это без скидок я вам говорю то есть еще возможно скидка они тут все там 10-15 тысяч они скинут тебе в моменте вот ты говоришь я покупаю все он оформится скидкой сто двадцать пять тысяч это там где-то миллион четыреста 20 эта машина стоит здесь ее себестоимость это 16 на 197 лошадей турбомотор в россии будет стоить там 2 200 2 300 версия вот вот такая 390 вот сейчас я смотрю на сайте предложения дилеров они стоят в районе 100 140 тысяч юаней то есть это пример этом миллион пятьсот пятьдесят миллион шестьсот и она будет стоить там два четыреста тире 2 600 топовая тига 8 про эти названия просто как будто я какой-то айфон или китайский телефон произношу вот ну как бы это их фишка вот их многие тролли за этому сам факт они нарезали вот эту модель как и это разные модели 8 про 8 плюс там 5x 2 400 2 600 будет стоить двушка из китая на полном приводе на 254 лошади которая может быть в таком цвете вот в таком рестайлинга вот здесь вот хромовая фара мы не нашли на досках таких нету то есть не в 8 про не 8 макс их нету и это ну это какой-то либо это рестайлинг 23 года который еще не доехал до россии но мы в обозначениях в моделях для россии не нашли ничего подобного цена на печь и версию которая идет полторашка передний привод 156 лошадей которая заряжается от зарядки проезжает 75 километров только на электротяге от 155 тысяч юаней до 172 то есть там условно говоря там 160 тысяч юаней то есть это пример там миллион восемьсот рублей и она будет стоить где-то 2.6 2.7 растаможенная в россии печи и версия которая плюс к такому виду еще может заряжаться которая экономит бензин минимальный расход запас хода тысячи километров в общем вау 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 вот эти все панорамные крышки мониторы за вот такие деньги это я называю все цены полный пакет документов пошел поставил на учет катаешься радуешься новая тачка двадцать третьего года либо от дилера либо с завода цены просто поражают и когда смотришь на салон и смотришь на эти изгибы кузова на эти идеи в плане музыки в плане приборов мониторы вот эти все системы автопилоты они обладая всеми ресурсами внутри страны то есть там все металлы все для микросхем эти ребята все чипы делать внутри страны железом внутри страны перерабатывают и получаются кузова деталей то есть они покупают там условно гряд жили в 2010 году они поглотили volvo они покупают лучших инженеров там читаешь если там как бы подноготное создание как он хипхи читаешь подноготное создание бейди хэн хам до сих пор не знаю как правильно это название читается внутри страны и там стоят топовые ребята дизайнеры aston martin кто работал в audi кто работал volkswagen в концернах больших то есть они еще и собирают мозги плюс есть ресурсы плюс есть деньги ну страна ну то есть она вот-вот по ввп превзойдет превзойдет сша все отсюда и появляются такие машины которые просто топовые по начинке топовые просто панорамы мониторы камеры вообще вокруг вот эти процессоры все и эта машина стоит полтора миллиона рублей там ну какой-то топ там типа как например какой-нибудь бейди сил то есть там в 800 вольтная система электрическая там пробегая 700 километров он стоит 2 800 в рублях то есть но это пусть подороже но по сравнению с теслой 3 с которой конкурирует сил бейди сил но это очень дешево в общем у этих ребят мозги ресурсы технологии деньги на выходе получаем что на выходе получаем вот такие машины по минимальным ценам по сравнению с лексусом с тойота и с европейцами с американцами еще и китай рядом с нами то есть мы еще и по логистике но очень удобно то есть автомобиль могут заезжать по суше там через уссурийские посты море сейчас так как ну китай из россии плотно по машин начинает работать то и морское направление очень развивется и будут сюда ходить как из японии так и через таможенный союз автомобили заходят все то есть логистические по всем фронтам китай но это будет номер один в россии я сейчас это по мне не хотелось это верить и думал это какая-то фигня тут еще продается не знаю что все бегают с этим китайскими . оказавшись здесь все стереотипы все просто сметены китайские тачки просто топ они сейчас работают над твердой батареи которая не будет бояться холода то есть можно на зиму себе брать к электрокара и не боятся то что из-за холода у тебя там 50 процентов батареи съезд мороз они сейчас переплюнут порог тысячу километров уже 822 километра пробежит zikr 09 они сейчас переплюнут тысячу километров запас хода на одном заряде все все карл и это сделать не тесто это сделает кто-то из топовых ребята делать электрокары внутри китая поэтому они номер один станут по машинам ближайшие годы до 30 года это будет основная страна которая будет разрабатывать технологии крутые тачки автопилоты и вообще их салоны по открываются везде и я думаю они уже откусывают рынок у европейцев у американцев я думаю вопрос нескольких лет и как бы пирог они прям отрежут большой кусок чуть ли не половину то и больше брендов которые засиделись на пьедестале audi а кстати но они в китае популярны фолькс и тоже популярна но потому что они используют китайские технологии завода у них китая но бмв мерседесу им четно делать четно делать даете тоже пораздуматься ребята мы находимся не просто в делере а еще и в обслуживающем центре то есть они здесь наверное делают то ложки потому что здесь много машин на номерах и вот 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 здесь вот даже мерседес стоит такой кого-то общего плану там еще какой-то автомобиль вот убитый стоял а вон на углом подмятый но вроде бы сам ездит вот в общем такие стошки и часто рядом с дилером ну собственно говоря как и везде вот даже мерседесики приезжают видно кому-то удобно потому что шанхай вы знаете сколько жителей 25 миллионов жителей и то есть ты живешь там в разной части у тебя там допустим какой-то я у тебя тачка не на гарантии у тебя дилер далеко все ты обслуживаешься вот в таком сервисе который близко к дому последующих поездках выпусках мы разберемся как китайцы обслуживают тачки чё за масло они вообще вот этот внутренний китайский ремонт какие запчасти там и прочее потому что здесь самый большой автомобильный рынок за 22 год продан 25 миллионов машин новых по всей стране это не считая богу представляете тут какая автоиндустрия очень интересно конечно так ребята пока мы ходили по салону я вам собирался рассказать то что сожалению тига 7 то в салоне не про не плюс и она появляется у нас на улице и и пригнали я у нее вижу тут небольшой дефектик по замку на ручке давайте посмотрим посмотрите это 23 года рестайлинг внутри китая посмотрел в россии вот не нашел такие вот актуальные варианты ну еще к сожалению на дроме на авто точка ру еще не нашел возможно тоже там май июнь 23 года у них идет полторашка на 156 лошадей turbo передний привод такая вот красотка так рычажочек у нас взяли откуда бмвшный стиль тоже на мониторе под карбон панель сожалению закрыта но машина потому что она приехала наверное в сервис так вот выглядит обратите внимание какой выхлоп у нее какая вот красотка смотрите они стоят от 149 тысяч юаней до 169 грубо говоря по полторы сотни юаней то есть это примерно там миллион 700 они будут стоить здесь внутри страны и зависимости от комплекта но панорама люки вообще даже не имеет смысла говорить они идут цена конечная будет где-то 2 и 3-2 и 6 миллиона рублей вот такая тига двадцать третьего года новая растаможенная в россии пошел поставил на учет самая популярная машина в россии и здесь ее в салоне нету восьмерок каких хочешь семерок нету я предполагаю то что либо в этом центре она очень по но их даже вот здесь вот среди стока нету вот здесь вот стоят машины которые вот очень популярные которые они выдают своим покупателям и семерок нету восьмерки пятерки тройки седаны есть но семерок нет тоже популярны в китае и видно просто на них ажиотаж либо они в других салонах китайцы плохо понимаю даже с переводчиком поэтому в общем достоверную информацию где семерки в китае пока узнать нельзя но под заказ все равно даже если нет актуального вариантов именно вот в ком-то таком цити можно заказать семерку плюс завода либо любую другую кстати говоря до сих пор еще до рестайла все продается у нас есть вся информация по китаю какая модель перестала пускаться она еще до продается у дилеров с хорошим дисконтом ее можно забрать и там потому что появился рестайлинг вот как допустим вот с этой моделью и можно забрать там условно грято машина стоит там 130 тысяч юаней они предыдущую версию отдают с дисконтом это можно там за 100 тысяч юаней забрать то есть где-то миллион там 150 миллион 200 и там у нее ценник очень растаможенной в россии в районе 2200 ребят ну что вот такие вот автомобили к сожалению не было такого разнообразия семерок самых популярных в россии но были восьмерки была девятка к сожалению не было печами версии все-таки это очень свежая модель на рынке и на них очень большой спрос но джили допустим они хранят на стоке и печи версию и гибридную версию манджары чтобы ее показывать клиентам все равно черри они входят в топ-5 по продажам это ребята которые продают очень много тачек они не боятся создавать свои под бренды продавать на другие рынки вот допустим тига 9 будет продаваться в других странах не под названием тига 9 а будет продаваться под каким-то другим просто они только-только вышли на свой рынок версия для других стран выйдет чуть попозже и ну в общем ждем что это будет за бренд возможно в россию также тига очень хорошо идет поэтому даже не будет ничего менять оставит ее тига 9 и будет продавать наших салонов ребят ну что те кто знаком с ассортиментом черри вы наверно знаете цены на все модели на семерки на восьмерки на пятерки вы уже видео поняли то что разница с тем то что продается в россии в наших салонах новые официалы и те цены которые озвучил здесь я напрямую те которые я сказал что они растаможенную россии такой-то цене что разница сотни тысяч рублей и чем дороже автомобиль но это как и в других китайских брендах чем дороже автомобиль тем у тебя разница купить машину в китае привезти ее на территории россии растаможить разница в сотни тысяч рублей то есть выгода очевидно если есть вариант автомобиль привести на под заказ то есть на чем-то покататься временно подождать свою машину она будет идти если через таможенный союз это примерно 45 недель если она идет морем во владивосток либо через сухопутную границу через уссуриск она там через 14 дней она на границе там плюс растаможка до четырех недель машина растаможенная поэтому если хотите сэкономить напрямую заказывайте в китае через нас тем более мы найдем самый дешевый вариант той машины которую вы ищете в китае мы договоримся о всех скидках возможных на это автомобиль у дилера и она будет ваш ребят в общем жду вас внизу комментариях чего скажете про китайцы вообще я приехал в очередной салон и о боже они делают крутые тачки за такие деньги и это случилось со мной в черри и я здесь никаким образом не не пытался на камеру тут играть реально я в восторге от того что делают ребята из поднебесной ребят жду ваш комментарии поставьте лайк подпишись на канал будет еще много видео по китаю пока компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля